Пациенту беспокоят из жоги хронические. Вот мы видим место перехода пищеводных желудок. У нее грыжа пищеводная. На данных кадрах вы можете наблюдать гастроскопию желудочно-кишечного тракта. Процедуру проводит старший научный сотрудник онкологического центра имени Николая Николаевича Блохина Иван Карасев совместно с региональным специалистом. Рак пищеводных желудок, если их совместить, занимает примерно третье место в общей структуре. То есть это достаточно актуальная проблема. Оборудование японское позволяет выявить предраковое состояние и ранние формы рака. Соответственно, предотвратить развитие более распространенных форм посредством выполнения эндоскопического орган-сохранного вмешательства. То есть внутрепросветное удаление этих ранних форм, что позволяет человеку никак не менять свой образ жизни, и качество жизни он не потеряет. Процедура гастроскопии также позволяет взять образец тканей органов на анализ. Далее материал отправляют на исследование в цитологическую лабораторию. Цитологическое исследование является важнейшим в диагностике оргазоболеваний наряду с другими современными методами диагностики. Цитологическое исследование – это оценка морфологической структуры клеточных элементов для установления доброкачественного процесса, злокачественного процесса или неопухового процесса. Рак молочной железы занимает первое место среди онкологии как по заболеваемости, так и по смертности. Осмотр у онколога-мамолога, как и у любого другого специалиста, начинается со сбора анамнеза и выявления предрасположенности к раковым заболеваниям. В первую очередь необходимо выяснить, болел ли кто-то в роду онкологическими заболеваниями. Также врач спрашивает о вредных привычках и возможном влиянии условий работы на развитие онкологии. Далее проводится осмотр пациента. Назначаются дополнительные методы осмотра, такие как маммография, УЗИ, компьютерная томография и биопсия. Помимо врачебной консультации, необходимо регулярно проводить самоосмотр. В определенные дни цикла, это начальные дни цикла, женщина должна осматривать себя перед зеклом и смотреться какими-то изменениями. Во-первых, это кожных покровов, если имеется изменение кожи, втянутость, стяжение кожи, появление отечности кожи, так называемый симптом лимонной корки, то есть если кожа становится похожа на лимон, если есть какие-то узловые образования в молочной железе, если есть выделения из области сосков, если есть какие-то образования подмышечной области. Все это должно насторожить девушку и явиться поводом для того, чтобы она посетила врача, онколога, мамолога. Современные технологии не стоят на месте и в настоящее время для удобства врачей и онкологов практикуются в работе использования искусственного интеллекта. Мы с моими коллегами, рентгенологами и разработчиками из компании Айрим сделали такую программу, которая называется «Искусственный интеллект в рентгенологии». В первую очередь он ориентирован на маммографические снимки. Данная программа помогает быстро обнаружить патологические процессы в тканях молочной железы, в частности опухолевые процессы. Архитектоника ткани, на ней врачу более ясные моменты, для которых стоит уделить внимание. Здесь мы можем разглядеть, что ярко выражен очаг вероятного качественного новообразования и цветовая дифференциация ткани, где врач может более подробно рассмотреть какие-то жировые ткани, либо какие-то утолщения. Как говорят специалисты, на 100 тысяч детей возможно 13 или 15 онкозаболеваний. И, как правило, более вероятны заболевания различными видами лейком и лимфом. Режет центральная нервная система и других органов. Важно отметить, что детские онкологические заболевания – это новообразования, которые не связаны с вредными привычками, как курение, какие-то природные факторы. Это, прежде всего, связано с тем, что есть определенные причины, их обуславливающие. Часто мы говорим, что злокачественное образование детей – так называемые эмбриональные опухоли, то есть в некотором роде связанные с наличием тех или иных мутаций, например, или других ситуаций и состояний. В рамках акции «Рак боится смелых» любой житель региона может пройти обследование у 16 московских специалистов-онкологов Научно-исследовательского онкологического центра имени Николая Николаевича Блохина. Мы планируем проводить осмотры и диагностические исследования – КТ, маммографию, эндоскопические исследования и цитологические исследования. Акция направлена на диагностику условно-здорового населения. На данный момент на прием к врачам записалось порядка 200 жителей региона. Специалисты принимают граждан в лечебно-диагностическом центре окружной столицы по адресу, который вы видите на своих экранах.